На РБК региональные новости мы вещаем из отеля Краун Плаза Уфа в студии. Маргарита Гафарова, здравствуйте. Порядка 800 тысяч деревьев и около полумиллиона кустарников посадили в Башкортостане. Это совместный итог работы около 100 тысяч жителей республики, занимавшихся восстановлением лесного фонда региона в рамках акции «Лес Победы» и «Зеленая Башкирия». Подробности у моего коллеги Нормандса Калькиса. Центральная площадка республиканской акции «Лес Победы» стал участок лесного фонда недалеко от села Буликаево в Крамоскалинском районе республики. Студенты, волонтеры и члены правительства Башкортостана вместе посадили около 6 тысяч саженцев сосны на территории порядка полутора гектара. Главная цель акции – привлечь внимание общественности к проблемам сохранения и возрождения лесного фонда. Всего же молодые деревья появились на 40 лесных участках в 34 районах республики. По предварительным итогам посажено 610 тысяч крупномеров. Огромное количество наших предков, воинов, дедов осталось на земле, в чужбине. Мы сегодня в память их сажаем эти деревья. Эти деревья будут столетиями расти. Я считаю, что это очень важно как память, но и все-таки лес – это легкий. Лес – это легкий, лес – это свобода. Лес Победы прошел в рамках акции «Зеленая Башкирия». В том числе и благодаря таким крупным экологическим мероприятиям Башкортостан является одним из лидеров России по искусственному восстановлению лесов. Республика занимает шестое место по стране и первое в Приволжском федеральном округе. Цель региона к 2024 году – обеспечить баланс между вырубкой и воспроизведением лесного фонда. На реализацию масштабного проекта в бюджете заложено порядка 2 миллиардов 200 миллионов рублей. Из них 900 миллионов – федеральные средства. В республике Башкортостан достаточно серьезное отношение к вопросам лесовосстановления. Более 30 тысяч гектаров – это именно ручным способом или искусственных посадок. Поэтому показатели достаточно серьезные. И каждый год они примерно так вот на уровне остаются, то есть около 8 тысяч гектаров. На сайте «Экологического субботника» можно было ознакомиться с правилами грамотной посадки саженцев различных видов. По данным лесхоза, волонтеры на разных площадках посадили 140 тысяч кустарников и 155 тысяч деревьев. Республиканская акция «Зеленая Башкирия» проходит в рамках уже всероссийской акции «Зеленая Россия». Стартовала она 19 сентября во Всемирный день чистоты. На 700 площадок по всей республике было собрано около 4 тысяч кубометров мусора. Участие в ней приняло порядка тысячи человек. Они вместе очищали берега озер, рек, прудов и территории лесов. Норман Скалькинс, Сергей Щекотуров. Новости РБК УФА. И к другим темам. Жители Башкортостана активно пользуются программами с льготной ставкой для улучшения жилищных условий. Поэтому показатели у республиков в числе лидеров сообщили в региональном управлении Росреестра. По данным ведомства, в России общее количество зарегистрированных сделок по сельской ипотеке под 2,7% за 8 месяцев текущего года превысило 9 тысяч. Большинство из них приходится на Приволжский федеральный округ. Здесь в абсолютных лидерах Башкортостан и Татарстан. Свыше 1200 и 500 займов соответственно. Федеральный же Минсельхоз дает другую цифру по количеству сельских ипотек за тот же период времени. Без малого 17 тысяч сделок. Разница между данными Росреестра и Минсельхоза по сельской ипотеке связана с условиями участия в данной программе. В частности, льготная ипотека могла быть выдана заемщику на погашение уже имеющегося кредита на приобретение или строительство жилья на селе. В этой связи право собственности заемщика уже ранее могло быть зарегистрировано. И в этой связи управление Росреестра уже не фиксирует данные в рамках этой программы. С момента действия льготной ипотеки под 6,5% с середины апреля по сентябрь по стране Росреестром зарегистрировано почти 66,5 тысяч сделок. Наиболее востребованная эта программа оказалась в Санкт-Петербурге. Ею воспользовалось около 9 тысяч человек. 5 тысяч льготных ипотек взяли в Ростовской области, в Москве – 3 тысячи. Большинство же таких сделок заключено в Приволжском федеральном округе – более 16 тысяч. Здесь регионами-лидерами стали Татарстан, Башкортостан и Чувашия. Жители каждой республики взяли около 2 тысяч займов. В Уфе обновят два парка – имени Ленина возле Баш-драм-театра и Баланово в Земском районе. Проекты благоустройства размещены на сайте столичной мэрии. По ним состоялись общественные слушания. И согласно предложению группы московских дизайнеров, центр парка Ленина ждет серьезная реконструкция. Обновят фонтаны, оборудуют двухуровневую смотровую площадку. На территории появятся детские и спортивные площадки – кафе, кинотеатр, разобьют яблоневый сад. При этом дизайнеры намерены сохранить самобытность парка и сделать его комфортным для прогулок и отдыха. Согласно проекту «Лесопарк в Баланово» предлагается разделить на условные зоны наподобие жилых – гостиную, столовую, кабинет, детскую. Появится теннисный корт и бассейн. Для любителей спорта там сохранят зону активного отдыха. Неизменным останется и озеро в центре парка. Представленные проекты еще не утверждены и будут дорабатываться с учетом мнения уфимцев. На этом наш выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.